Бизнес-идеи молодежи На сумму 3 миллиона тенге я приобрела горизонтальную упаковочную машину, которая распыляет ароматизатор и упаковывает. Также у меня есть станок, который вырубает ароматизаторы, изготавливается из картона плотного. Мы планируем в будущем изготавливать под индивидуальный дизайн с целью имиджовки для крупных компаний, которые с целью рекламы будут приобретать в большом количестве от 100 штук под индивидуальный дизайн. То есть на ароматизаторе будет расположен QR-код, их инстаграм, какой-то логотип. Обходя выставочные ряды форума, Кимобласти обратил внимание на креативность молодежи. Молодой предприниматель из Иргиза по видео на ютуб создал собственное мыло. Новоиспеченная семейная пара запустила производство оконных жалюзей. Группа друзей в небольшом цехе изготавливает 3000 квадратных метров фасадного материала в месяц. К слову, у последних очередь клиентов на два месяца вперед. Отрадно, что многие молодые предприниматели связали бизнес с традиционным казахским ремеслом. Красивые сундуки, постельные принадлежности с орнаментом и национальная одежда всегда в тренде, отметил глава региона. Также Еролат Укжанов обещал поддержать Акцюбинку, построившую у себя во дворе теплицу на 50 квадратных метров. Как идет организация? Ничего, хорошо. Приучаем местное население к местной зелени. Давайте мы поможем. Хотим Акцюбинскую область все завоевать. Правильно, завоевать надо. Избавить от ченгенской зелени. Правильно, молодец. Специально приглашенный гость форума молодых бизнесменов Эмина Аскеров. Его тренинги уже известны Акцюбинцам. Основоположник социального предпринимательства в Казахстане поделился со слушателями новыми идеями. Акцюбинский является, можно сказать, номер один лидирующим регионом в теме развития социального предпринимательства. И мне очень приятно, что идет очень большая тенденция. Плюс, с учетом прихода нового Акима области, господина Тукжанова, я думаю, эта тенденция будет еще возрастать, потому что этот человек в теме нового тренда. Я расскажу про возможности, которые есть на сегодняшний день для молодых предпринимателей. Расскажу про маркетинг, про риски, про провалы, ну и поиск ниши. Выступая перед молодежью, Аким области поделился основными плюсами проекта Аула Манаты. Призвал акцюбинцев рассмотреть бизнес-идеи по развитию уникальных видов сельского хозяйства. Это пчеловодство, птицеводство, выращивание клубники и малины. Такой большой проект, как социальное предпринимательство. В этом нуждаются многие сегодня. Многие нуждаются. Особенно многодетные мамы. Молодые мамы, которые дома сидят. Мамы, имеющие детей инвалидов, которым надо создать условия, в домашних условиях дать возможность заработать. Есть для этого сегодня основания? Есть для этого возможность? Вот я сейчас сказал, вот Аула Маната проект на селе, о перспективе. У нас 34 вида сельскохозяйственной продукции. Мы его увеличиваем еще больше. Вчера посчитали около 60. Клубника у нас растет. Вот Рахат, Мартугский район, кажется, да? 15 гектаров он сеет. У него забирает, у него интернет-торговля прямо с поля приезжает, забирает. Также в октябре прошло заседание Совета молодежи при участии Акима области и Рала Тукжанова. На встрече поговорили о мерах, направленных на поддержку молодежи в регионе, развитие молодежной политики, а также были представлены успешные проекты, на реализацию которых и владельцы выиграли безвозмездный грант. Нагипевшие вопросы нужно не оставлять, нужно их поднимать. Мы вместе должны найти пути решения важных вопросов. У любой проблемы есть пути решения и не один. Это я вам говорю из своего жизненного опыта. Поэтому давайте вместе решать и работать. На прошлой встрече было задано много важных вопросов. На каждый из них я дал вам ответ. В Астане были подписаны договоры с отбасы банком, выделены 600 миллионов для реализации молодежной жилищной программы. В нашей области этот проект уже работает. На заседании Совета принимали участие представители высших учебных заведений, молодежных и волонтерских организаций, государственных органов, члены Совета. Также на встрече были обладатели безвозмездных грантов на развитие предпринимательской деятельности. Они представили свои проекты, работа по которым уже началась. Аким области вручил им сертификаты на получение грантов. Среди получателей Куантай Мохамбетов, специалист по маркетингу и СММ. Он участвовал в программе Тауилсисдек Орпаго и стал обладателем гранта. Комиссия рассмотрела, я вот выиграл грант на 300 тысяч тенге. И завтра я буквально уже начинаю обучать свои команды. В моей команде 5 человек. Это будет офлайн, будут набираться группы. Сейчас уже 27 человек набралось. Мы проводим это в здании Анагатахзам. Молодые предприниматели выбрали разные сферы деятельности. Среди них социальные курсы, товары собственного производства, текстиль, творческие проекты, а также сельское хозяйство. Выиграли гранты, в том числе и на бизнес. Я выиграл именно на направлении бизнеса выращивание клубники в парниках. Сейчас уже у меня, я посадку осуществил. Думаю, что в ближайшее время уже будет результат вид. Какие гранты? Сколько разных грантов? 300 тысяч проектов выделяли на проект денег и участники получили. До этого я участвовал в проекте бизнес-басал, тоже успешно защитил, выиграл, получил. И сейчас у меня, я выпекаю самцу, делаю шашлык. По итогу встречи глава региона наградил дипломами представителей молодежи, кто внес свой вклад в развитие нашего региона и принимал активное участие в работе. Я получила диплом как лучший предприниматель. В прошлом году меня также отметили в номинации лучший молодой предприниматель. Я занимаюсь рукоделием, изготавливаю приданное и открыла свой магазин. Я студент третьего курса, получил грант по программе Тайуэльсис Вурпактаре. Моя сфера деятельности направлена на помощь детям с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что в регионе активно развивается молодежное предпринимательство и идет поддержка со стороны государства.